Вот такие волшебные боксы с подарками медперсонал установит в каждом процедурном кабинете. Они помогут успокоить ребёнка и даже развеселить его. Ведь храбрец не тот, кто не боится, а тот, кто преодолел свой страх. Поэтому и назвали эту акцию «Коробкой храбрости». Очень классный. Я очень огромный. Вообще очень здорово, неожиданно, так приятно. Пришли и подарили ребёнку подарок. Деток надо поддерживать, всегда они болеют. Поэтому я думаю, что да. Всё же приятно было. Неожиданно очень произошло, прям совсем. Никогда такого не было. После каждой процедуры, будь то перевязка, капельница или пункция, ребёнок берёт игрушку себе на память за мужеством. Сегодня в связи с такой непростой ситуацией, для нас, для всех, самое важное, что у нас есть, это, конечно же, здоровье. Здоровье родных, близких, ну и непосредственно наших деток. Конечно, дети остаются всегда детьми. И только игрушки в этой ситуации создадут хорошее настроение. В боксе современные развивающие игры, трансформеры, наборы для творчества, конструкторы, куклы, пазлы и машинки. В этой акции участвовали все члены фракции «Единая Россия» в городском собрании Сочи. Очень быстро все откликнулись, и в течение недели мы собрали вот эти две замечательные коробки. В многопрофильном центре в стационаре находится 180 детей. Здесь ребята получают помощь в инфекционном отделении, травматологии, педиатрии, хирургии, неврологии. В больнице оборудованы специальные комнаты, где маленькие пациенты могут играть и на время отвлечься от недуга. Это очень приятная акция наших пациентов. Конечно, это будет вдохновлять и ускорять их выздоровление, повышение иммунитета. Ну, а в дальнейшем потом, я надеюсь, что и в жизни будет много прекрасного. Такую поддержку юных пациентов депутаты городского собрания Сочи планируют проводить постоянно. Уже на следующей неделе акция «Коробка храбрости с подарками» отправится в больницу Лазаревского района. Алина Тищенко, Евгений Химченко. Время новостей.